Друзья, это блог, влог, шоу, программа, журнал номер один о хоккей Казахстана, головой об лёд. Меня зовут Артём Буланов, и я по-прежнему ваш главный путеводитель в этом удивительном мире под названием «Казахстанский хоккей». Смотрите сегодня в выпуске. Президент страны Касым Жумар Тукаев дал поручение «Надо исполнять». В трёх городах Казахстана построят новые ледовые дворцы, причём один из них в Семее. Он тоже будет развиваться в Семее, в проект, идентичный, потому что Министерство культуры... А у них вот эта оба и арена, это не видово, да? Нет. А это оба и бассейн. Крупнейший производитель меди и серебра в мире Казахмыс, который ранее, благодаря семье Нигматулиных, поддерживал финансово-сорорку, теперь будет переориентирован на возрождение хоккейной школы в Садпаеве и вложит больше, чем 500 миллионов тенге. Это вопрос не наш, это вопрос государственный. Ряд хоккеистов, которых мы так привыкли видеть в форме сборной Казахстана, не смогут выступить на чемпионате мира. Об этом эксклюзивно стало известно в программе «Головой облёт». Узнаем причины. Вернётся ли в Борис легенда Роман Старченко? И останется ли в клубе Егор Петухов, которому уже сыпят деньги в других клубах КХЛ? Ребята тоже люди, жёны беременны, дети болеют, то есть нужна дополнительная мотивация. Инсайды о дальнейшей непростой судьбе сырархи, торпеды и кулагера только в «Головой облёт». Владимир Копуловский жёстко прошёлся по руководству Петропавловска, а Иван Казаченко в интервью «Головой облёт» наоборот упрекнул уже самого тренера. Время как бы чуть-чуть меньше даёт, намного меньше. Ну вот, это тоже, я думаю, важная причина. Вот так будут выглядеть новые ледовые дворцы площадью 20 тысяч квадратных метров по Владаре, Экибастузе и городе Семей. В них планируют проводить тренировки и соревнования по хоккею, шортреку и конькобежному спорту. А их возведением займётся компания, где работает бывший казахстанский конькобежец Сергей Цибенко. Дворец согласован с федерацией хоккея республики Казахстан. То есть можно будет проводить соревнования как и по молодёжной хоккеинам, так и чемпионат республики по хоккею в Шальне. Дворец рассчитан на 820 юридических мест. Мы сейчас зашли на корректировку пацаны, он тоже будет реализоваться в Семей проект. Идентичный, потому что в Министерстве культуры... А у них вот Абай-арена это не ледовый, да? Нет. А ледовый и бассейн. То есть сегодня Акимом города Абайской области принято решение реализовать его на левом берегу. То есть мы сейчас его переносим от Абай-арены на семей. Интересно, что все три ледовых дворца будут построены за счёт частных инвестиций и, внимание, построят их за счёт средств компании Букмекера, которая уже дала согласие почти на 100% вложиться в данные проекты. Очень интересно узнать ваше мнение. Помимо Семей и других городов, где ещё необходимы такие новые ледовые дворцы? Пишите в комментариях. И я напоминаю, что каждый комментарий участвует в розыгрыше ценных призов от головой облёт. Поэтому прямо сейчас ставьте выпуск на паузу и напишите в комментариях ваше мнение. В крупнейшей казахстанской корпорации по добыче цветных металлов Казахмыс сменилось руководство впервые за 16 лет. Тут не надо быть экспертом, чтобы понять. Семья Нигматулиных, отцов самого успешного клуба Лиги Сарарки, теперь не сможет поддерживать команду так и в таком объёме. Ведь именно их долгое время считали кураторами корпорации Казахмыс. Болельщики Сарарки тем временем выходили на мирное собрание, писали письмо президенту, но при таком положении дел и смене вектора в компании Казахмыс о ВХЛ точно стоит забыть. Да и понятно, что при таком положении дел без корпорации потянуть заработную плату Петериса Скудры, которая по инсайдерской информации головой облёт была порядка 5 миллионов тенге, местный Акимат в одиночку не в состоянии. Клуб, как и состав, ждёт глобальная трансформация. Ряд ведущих хоккеистов уже покинули шахтёрскую столицу. Также по инсайдерской информации головой облёт спортсменов ещё по ходу сезона выселили с гостиничной базы. Не хочу быть провидцем, но что-то мне подсказывает, что главным тренером могут теперь назначить Виктора Буяльского, а Сарарку реструктуризировать в молодую команду а-ля Тимиртау без серьёзных задач, как это случилось с Иртышом после пандемии. Основная ставка будет сделана на молодёжь Кырана. Смутные времена наступают. Смутные. Надо к худшему готовиться. Как стало известно о программе «Головой облёт», корпорация «Казахмыс» вложит более 500 миллионов тенге на возрождение хоккейной школы в городе Садпай. Ведь эта кузница многих топовых хоккеистов сборной Казахстана долгое время покрывалась паутиной и тихо умирала. Сейчас, наконец-таки, заглянул лучик света и сразу же приехали ведущие звёзды Бориса. И у жителей города появилась слабая, но всё-таки надежда на то, что эти деньги не разворуют и пустят действительно на детский хоккей и возрождение местной школы. Глобальная реструктуризация ждёт и спонсируемой другой корпорацией «Касцинк» — клуб «Торпеда». И вот здесь я прям хочу громко сказать, ну, наконец-то, давно пора. Легендарная «Торпеда» сегодня — это абсолютно блеклый полумёртвый пьяный бомжик, который просто шатается из года в год по дну таблицы. Нулевой маркетинг, пиар и реклама, стрёмное освещение жизни такого великого клуба. Дно пробито. «Торпеда» — это просто ужас и позор всего развития казахстанского хоккея. Это полная деградация, мутация. Как убили команду, уничтожили, тут без суда и следствия не разобраться, как будто последние сезоны командой руководили настоящие безумцы. Директор по административным вопросам компании «Касцинк» Андрей Лазарев на брифинге в «Экоспортс» сообщил о беспределе в клубе, намекнув, что порой важные вопросы в коллективе решались просто за кружка хмельного старожилами клуба. А еще рассказал о реальном положении дел в детском хоккее. «Школа» — я не хочу, наверное, применять таких драматичных слов, но, к сожалению, можно сказать, что мы практически потеряем. Сейчас мы с вами имеем такую ситуацию по факту, когда на нашей скамейке собственных воспитанников очень мало. Проблема ребят, которые приходят из школы, состоит в том, что они не умеют водить шайбой, и их обучают катанию, правильному катанию, это говорит уже о многом. Я думаю, что над клубом, в том числе и по одной из причин, должен быть попечительский совет. Попечительский совет, в котором должны быть сильные люди. Когда мы видим трибуны пустые, ну какой смысл? Мы для чего вообще тогда этот хоккей содержим? Ради ста человек в клубе, который обходится в 2,3 миллиарда тенге налогоплательщикам и косынку? Объективно, скажу честно, сегодня тем составом, который у нас есть, вряд ли мы чего-то достигнем именно по хоккею в возрастной команде. Но нужно ли нам сейчас, например, в ближайшие годы ставить эти задачи? Не знаю, потому что, например, я бы отдал бы основную массу денег для косынка, например, на детских хоккей. Пусть лучше у нас будут работать лучшие тренеры. Согласны ли вы с мнением спонсора Торпедо и что ждет Сараарку и тот же клуб из Каменогорска? Переживаете ли вы за их судьбу? За судьбу некогда грандов нашего чемпионата? Караганда из Каменогорска, подключайтесь в комментарии. Прямо сейчас поставьте выпуск на паузу и напишите в комментариях. Скажите свое мнение. Вы должны быть услышанными. И главное, чтобы здесь в этой ситуации не получилось как с Иртышом. Ведь там тоже обещали, что мы лучше будем помогать молодежи. А в итоге и не взрослая команда, не молодежная и полная пустота. По инсайдерской информации программы «Головой облет» прямо из сердца команды Адиль Бекитаев, Кирилл Савицкий и Михаил Рахманов, а также Александр Борисевич останутся в Борисе на следующий сезон. К этому руководство команды приложит максимум усилий. А вот звезда Бориса этого сезона и лучший игрок, по мнению многих, Егор Петухов, пока конкретного ответа клубу не дает. Спрос на него сейчас определенно в лиге есть. И Егор, конечно же, не против трансформировать свои 4,5 миллиона в более приятную цифру. Сущие копейки. За мою деятельность. А так это зарплата? Да, это все. Легендарный Роман Старчинга эксклюзивно сообщил «Головой облет» во время разговора, что трудовое соглашение со «Спартаком» у него завершено. А карьеру завершать он не собирается. Но и со стороны Бориса нет никаких конкретных предложений. Руководство молчит и не связывается с игроком. Сам же Роман готовится к чемпионату мира. Кстати, по инсайдерской информации «Головой облет» не увидим мы в составе сборной Казахстана на чемпионате мира Антона Сагадеева. Воспитанник казахстанской. Карагандинской школы хоккея впервые за долгое время не сыграет на турнире. Причина – паспорт другой страны. Информация о котором была не так давно опубликована в СМИ. Судя по всему, по этой же причине не сыграют за нашу национальную команду Шевченко, Маклюков и Акульзин. Но не спешите расстраиваться, друзья, ведь этих ребят заменит группа наших земляков из Канады. Владимир Копыловский громко хлопнул дверью, уходя из Кулагера. В своем интервью он рассказал о проблемах с финансированием, отсутствием экипировки, плохим питанием команды и ставкой на молодежку Кулагера и конкретно Ильгиза Нуриева. Якобы все лучшие условия были у них, а главной команде предлагали чуть ли не самим приобрести себе клюшки на собственные деньги. Все подробности в интервью в инстаграм-аккаунте «Головой облет». Подписывайтесь, кстати, чтобы не упустить ни один горячий инсайт и ни одной подробности из мира казахстанского хоккея на YouTube канал «Головой облет». Тоже обязательно подпишитесь. А сейчас мини-интервью с воспитанником Петропавловска Иваном Казаченко, который сыграл всего 24 матча и считанные минуты провел на льду. О причинах такой статистики я с ним поговорил еще во время сезона, и вот наш диалог. Вань, ну рад тебя видеть на играх Кулагера, и мне всегда кажется, что Кулагер, как будто, знаешь, специально тебя привозит в Павлодар на игры с Иртышом, чтобы я лично видел, что вот ты есть в составе, ты играешь, потому что «Головой облет» всегда топит за, знаешь, за местных воспитанников, и за воспитанников константского хоккея, и за воспитанников, в том числе, Петропавловска, поэтому вот скажи мне, тебя везде привозят или только в Павлодар? Нет, меня везде всегда берут с собой. Вот у всех, да, у меня тоже такой стереотип, что, знаешь, Кулагер – это команда ветеранов, такая неспешная, но то, как вы играете, я вижу, вы стараетесь в первом периоде уже решить вопрос. Это все именно за то, что тогда смена произошла, да, состава? Да, как бы смена состава произошла, смена тренеров, и навязывает нам более такую скоростную игру, можно сказать так. А, кстати, вот нынешний наставник охотно доверяет молодежи, выводит вас? Ну, как бы, он дает больше сыграть более взрослым игрокам, больше. На результат, я вот за статистикой внимательно слежу, и за тобой ты стал реально меньше играть, вот как мне кажется, с прошлым сезоном, и это видно даже по твоей статистике. Сам с чем связываешь? Ты не дотягиваешь, или, может быть, ну не так много времени просто дают? Ну, я думаю, то, что мне надо стать быстрее, и я думаю, я буду играть спокойно. Ну, время как бы чуть-чуть меньше дают, намного меньше. Ну, вот, это тоже, я думаю, важная причина. Вам всегда не везет в плей-офф, ну, как не везет, это от вашего места зависит. Вы то от СР-Арки вылетаете, то от мощного Орлана, и вот первый сезон, когда вы реально будете конкурентом и Орлану, и Актубе, соответственно, я думаю, мотивация у вас прям прибавилась? Да, мотивация зашкаливает. Я думаю, в этом сезоне возьмем медали. А мотивацию подпитывают? Есть ли у вас как денежный бонус за победы, там, за очки набраны? Да, также премии, как всегда, все так же, то же самое, не увеличивается ничего, просто премии, за очков, ну, за очки нету, типа, премии, а за победы тот, да. Даже у резервного и состава? Нет, у резервного нет, тот, кто играет. То есть надо попадать в состав, чтобы нормально? Да, чтобы заработать, надо играть. Понял. Ну все, я жду тебя не просто на трибунах, как сегодня, а жду тебя прям в составе, и чтобы ты отличался за брошенным мешальным. Спасибо большое. Всередневно, спасибо. Друзья, это важно не только для развития YouTube-канала «Головой облет» и вообще всех медиа и СМИ, пишущих о казахстанском хоккее, но и для самого казахстанского хоккея. Пожалуйста, обязательно поставьте этот выпуск на паузу, подпишитесь на YouTube-канал «Головой облет», поставьте лайк, подпишитесь на Instagram-аккаунт «Головой облет», читайте новости, комментируйте, отмечайте, потому что если будет ваша активность, то и наш любимый спорт станет намного интереснее. Даже если вы родители хоккеистов, то это тоже вклад в будущее, поскольку ваши дети уже вырастут и на таком плодородной, на плодородной почве, которая будет освещать игру ваших же детей, да, наш любимый спорт. Поэтому ваше внимание и активность очень важна на самом деле, и это действительно большой шаг вперед, чтобы все замечали и все говорили о нашем чемпионате, о нашем хоккее, о нашей лиге, потому что сейчас ей уделяется нереально мало, малое количество внимания. Поэтому подписывайтесь на все социальные сети программы «Головой облет» на YouTube-канал. Пожалуйста, виртуально жму руку каждому из вас. Меня зовут Артем Буланов, за камерой Евгения Лежнин. Это «Головой облет». Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова